3 марта текущего года из жизни ушел креативный инициативный наставник и руководитель, человек творческой души, Каспичанин Али Алиев. В 1994 году он стал основателем Каспийского музыкального центра «Мариана», которое вскоре открыло двери для всех талантливых детей и функционирует по сей день. Сегодня юные дарования творческого объединения стремятся проявить себя в разных музыкальных направлениях. В этом их поддерживает нынешний директор школы эстрадной песни дочь Али Алиева Хабсат. Дети тянулись к нему, но одновременно они знали, что Али Магомедович, с ним невозможно работать в полсилы. Даже на репетициях, он еще и композитором был, он же еще писал, он был в союзе композитора, стоял. И всегда его песни исполняли мы с сестрой. Исполняли, выставали по пахах, морской одеждой. По словам Хабсата Алиева, ее отец был целеустремленным перфекционистом, который никогда не сидел на месте и всегда развивался. Так, после открытия школы эстрадной песни, первым, чем он занялся, это подготовка детей к фестивалю и масштабным выступлениям. Он считал, что каждый ребенок способен на все, если у него есть желание. Как только открыл, начал готовить фестиваль. Фестиваль, он был республиканский фестиваль, он был первым фестивалем, по сути дела, вот если так задуматься просто, он был в республике первым фестивалем. У нас была первая студия звукозаписи. В тот момент, ну вот как раз тогда начинались выходить звезды, вот то есть звезды и стадо только начинали. Вот концерты были в Махачкале, я помню. Вот, ну на уровне даже этих концертов у нас был настолько красочный, настолько яркий. Ну и дети, представляешь, дети выступают? Выступают на таком уровне, на котором выступают звезды. С 1995 года во Дворце культуры Каспийска фестиваль Марьяны был долгожданным и знаменательным событием, которому Али Магомедович уделял большое внимание. Актовый зал Дворца культуры в дни фестиваля был переполнен жителями и гостями республики, из-за чего начинающие артисты уже чувствовали себя полноценными звездами эстрады. Его знакомые и приятели делятся тем, что такой успех напрямую связан с его умением находить индивидуальный подход к каждому ребенку. Он не, знаешь, не давал детям чувствовать себя ущемленными, никогда не оскорблял детей. Он всегда говорил, что все дети, они, знаешь, индивидуальны. И нет детей. Вот если, он всегда говорил, он не любил слово «не могу». Он всегда говорил, есть слово «не хочу». Если вот ребенок не хочет, ничего не сделаешь. Вот какой бы педагог бы не был, что бы и, допустим, какой бы руководитель не был. Вот если человек не хочет, или педагог, или ребенок, ничего не будет. Как правило, после каждого концерта Али Магомедович устраивал просмотр, записывать снова в ансамбль людей. И, вы знаете, их приходило человек 100-200, потому что толпа была, места не хватало для просмотра. Даже помню, я сам тоже, хоть у меня никаких музыкальных способностей абсолютно нету. Я сам тоже попробовал записаться в кружок. Ну, Али Магомедович сразу понял мои таланты. И, чтобы меня успокоить, хорошо, говорит, я тебя чуть попозже возьму, ты у меня будешь на ударнике играть. Да, что так вот он умел обходиться с детьми. Кроме того, нельзя отметить важную роль, занимавшую в то время в становлении школы педагога по вокалу Раисы Магомедовой, которая стояла у истоков создания Марианы вместе с Али Алиевым. Она помогала воплощать его идеи в реальность и воспитывать талантливых артистов. Без нее я тоже не представляю, просто не представляю. Это было все так сложно. Вот, по сути дела, нет такого, что только один человек все это несет. Должно быть взаимодействие. Взаимодействие было со всеми руководителями, кто работал на тот момент в организации. Я считаю, что это такая совместная работа. Дочери Алии Магомедовича Хабсата Нурят с улыбкой вспоминают времена, проведенные с папой. Ведь он был для них не только руководителем, но и хорошим чутким отцом, который привил им любовь к музыке и научил искать ее везде. Вспоминается им, как отец в очередной поездке учил их прислушиваться к звукам природы и быть с ними воедино, тем самым создавать композицию. Мы и по Дагестану тоже разъезжали чаще всего с палатками, то есть мы с ночевками. У них были друзья общие, которые также с нами вместе выезжали. Была гитара с собой. Он играл на разных инструментах. Он умел играть на всех инструментах. Но каких он не умел? Он на всех умел. Вот честно. Не было такого гармошка, барабан, свирель. Его упрямство и целеустремления привели к такому успеху, который дает плоды и даже после его ухода. Дочь Хабсата Алиева теперь является руководителем детской школы эстрадной песни. Она намеренно продолжает дело отца, ведь он научил ее всему, что знал сам. Но, как рассказывает сама Хабсат, самое главное, что передалось ей от папы – это умение находить общий язык с детьми и понимать, что чужих детей не бывает.